Впервые кроссовки появились 120 лет назад как массовая обувь. Они были настолько бюджетно сделаны, что не было разницы между правым и левым кроссовком. Да, они делали один кроссовок, который можно было надеть на левую или правую ногу. Настоящий прорыв для кроссовок наступил в 1917 году, когда компания Converse поняла, что существует интересный рынок для кроссовок среди баскетболистов. Так, в 1921 они наняли человека по имени Жак Тейлор. Он был баскетбольным игроком. Он осознал весь потенциал этих кроссовок и стал их евангелистом. Это привело к тому, что в 1936 году Олимпийская сборная надела кеды как свои официальные кроссовки. После чего, в течение 30 лет, пока сборная США доминировала в Олимпийских играх, белые матерчатые кеды получили мировое признание. А уже в 1950 году невысокие матерчатые кеды стали набирать внимание среди молодых людей. Сегодня я расскажу 5 правил, как носить кроссовки, даже если вы уже постарше. Потому что я знаю, что вы – взрослые мужчины. Спрашиваете себя, могу ли я носить кроссовки? Ответ – да. Первое правило, как носить кроссовки – это понять, что нет никакого возрастного ограничения. Почему? Потому что они функциональны. Итак, я в Диснейленде, самом счастливом месте на земле. И знаете что? В среднем человек в этом парке проходит 20 километров. Мне кажется, что я прошел в 2 раза больше, и я был в кроссовках, и мои ноги в порядке. Они хорошо выглядели, я был одет в кожул, и мне 40. Так что если вам 50, 40, 30 или вы подросток, вы можете смело носить кроссовки, потому что они функциональны. Посмотрите на подошву. Есть причина, по которой баскетболисты их носят. Они дают хорошее сцепление с площадкой. Так что неважно, будь вы теннисистом, пара кроссовок вам всегда пригодится на площадке. Второе правило – кроссовки – это всегда кэжуал. Даже если вы надели кеды с очень нарядным костюмом, они сделают ваш образ проще и более кэжуал. Скажем, если вы наденете эти белые кеды с костюмом, то неважно, если костюм очень формальный, все равно оценка будет происходить по самому нижнему атрибуту – это кеды. Думайте об этом как о цепи. Цепь настолько прочна, насколько прочна ее самое слабое звено. То же самое насчет вашего наряда. Он нарядный настолько, насколько нарядна ваша самая кэжуал часть наряда. И, конечно, помните, что среди кроссовок есть гораздо больше опций, чем просто матерчатые кеды. Есть атлетические кроссовки, сюда входят беговые, баскетбольные или теннисные, все они сделаны для спорта. Также есть и роскошные кроссовки. Материалы для таких кроссовок обычно более дорогие. Иногда на них можно увидеть модные логотипы брендов. Их делают из кожи или из замши. Роскошные кроссовки часто будут изготовлены из роскошных материалов. В любом случае, насколько бы не были ваши кроссовки роскошными. Они остаются кроссовками. И поэтому они будут кэжуал. Третье правило – чистота залог здоровья. Какие из этих двух сложнее содержать в чистоте? Очевидно же, что белые. Об этом необходимо думать, когда покупаете себе пару кроссовок. Когда вы покупаете себе пару черных кед, то учитывайте, что грязь на них не так заметна. Такие больше подойдут для парня, который не хочет тратить много времени на поддержание чистоты. Так что, когда покупаете кроссовки, то обратите внимание, из какого они материала. Насколько просто будет вам за ними ухаживать. И да, грязные кроссовки выглядят плохо. Пожалуйста, не надевайте их. Когда дело касается роскошных кроссовок, если верхняя часть у них из кожи, то за ними будет гораздо проще ухаживать. Но будьте внимательны с этой белой подошвой. Так что, если вам неохота возиться с кроссовками, вам больше подойдет чисто черный вариант. Суть в том, друзья, скажите нет грязным кроссовкам. Следующее правило гласит, надевайте подходящий низ с подходящими кроссовками. Под низом я имею в виду джинсы, брюки, штаны, чиносы, шорты. С шортами отличной опцией будет невысокие кеты. Высокие кеты, на мой взгляд, не самая лучшая опция для шорт. С чиносами у вас есть большое количество опций. Можно надеть классические хаки, а также можно привнести красок. Ключевое, когда вы надеваете цветные штаны, это смотреть на переходы. Вам необходимо, чтобы внизу все было гармонично. Если ваши брюки довольно длинные, то, скорее всего, лучшим решением будет подкатать их. Что насчет джинс? Джинсы отлично будут выглядеть почти с любыми кроссовками. Особенно, если вы выбрали синий индиго или черные джинсы. Если же вы носите светлые джинсы или джинсы с ярким цветом, то, скорее всего, надо быть аккуратным с контрастами. Это приводит нас к следующему пункту, давайте поговорим о контрастах. Темные джинсы, темные кроссовки. Заметили, да? Тут нет большого контраста. То есть, это будет малоконтрастный образ. К кроссовкам не будет привлекаться много внимания. И это очень хороший образ. Что же насчет темных джинс и светлых кроссовок? Как видите, возникает гораздо сильный контраст. К обуви будет привлекаться больше внимания, так что держите ее в чистоте. С джинсами тоже обратите внимание на длину и концовку. В общем, когда вы выбираете такой контраст, помните, что люди будут обращать внимание на обувь. Будьте уверены в том, что делаете. Вот эта комбинация у меня в руках, беговые хакки-штаны и белые кеды. Догадались? Совсем небольшой контраст. Что-то среднее. Обувь не будет сильно выстреливать. Очень легкий образ, хорошо подойдет для лета или весны. Что насчет таких вот громких комбинаций? На самом деле тут средний контраст, но по мне так это слишком. Зеленые кеды, уверен, люди заметят их. Плюс к этому красные штаны. Я бы выбрал что-то более нейтральное приглушенное. Как, например, черные кеды. Ну или белые, думаю, будет смотреться лучше. А как же насчет монохромных образов? Когда мы подбираем брюки и кроссовки в одной гамме, по мне так это слишком энергозатратно подбирать так одежду. Выглядит неестественно. Если бы оно было в синей гамме, еще ладно. А вот в такой, не знаю. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете об этой комбинации. Я не обсудил один тип штанов, это такие спорт-брюки. Они часто делаются из синтетических материалов и хорошо подходят в жаркую погоду. И они довольно хорошо растягиваются. Они будут очень удобны и они кэжуал. Так что вы можете смело брать кэжуал одежду, как эта, и комбинировать ее с кэжуал обувью, как эта. Это будет яркий контраст, но мне кажется, что это отличная комбинация. Можно попробовать что-то черное. Верх или низ, это будет меньший контраст. Или можно даже попробовать следующее. Хм, зеленый и синий. Кроссовки будут привлекать к себе внимание, а брюки будут немного приглушенные. Кроссовки это не ваша тема и вы больше предпочитаете ботинки? Тогда смотрите вот это видео, друзья. Я рассказываю, как найти и купить ботинки хорошего качества. Или может вы хотите научиться, как создать себе летний гардероб? Тогда вот это видео.